В этом году финал традиционного конкурса «Педагог года» прошел в стенах недавно открывшейся Видновской школы номер 11. Просторный актовый зал вместил всех желающих насладиться прекрасным праздником, где царила особая, ни с чем не сравнимая атмосфера. Поддержать преподавателей пришли их ученики, коллеги, родные, представители местных властей. Педагог, он помимо того, что учит детей, он еще может показать мастерство, в том числе и для нас. Все-таки «Педагог года», который проводится на территории Ленинского района, это праздник для нас, для всех. Конкурс «Педагог года 2017» проходил в несколько этапов. Девять учителей из школ нашего муниципалитета приняли участие в первом отборочном туре. В начале финального конкурса были вручены благодарственные письма главы Ленинского района тем, кто боролся, но не прошел следующий этап. И вот в финале четыре преподавателя. Среди них учитель начальных классов русского языка и литературы, физкультуры. Перед ними стоит задача показать свое лучшее качество во всех заданиях конкурсной программы. Одной из наиболее зрелищных – самопрезентация. Учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея Яна Родионова ярко и нетривиально в течение пяти минут рассказала о себе, своей работе и увлечении. Другой задачей стал творческий конкурс «Старая сказка на новый лад». Здесь не было предела фантазии учителя физкультуры Бутовской школы номер один Алексея Маторин, который предстал перед зрительным залом в образе доктора Айболита. Приползайте за вашими формами и бегите скорее за рекордами. Но не думайте, что на ладони я принесу вам по пять пачек мельтония. Только ЗОЖ, мои милые деточки! И к повседневному образовательному процессу Алексей Маторин, который в профессии уже 10 лет, тоже старается подходить творчески, что вдохновляет его. Конечно же дети. Дети – это такой мотиватор, который ведет меня на работу каждый день. Приятно видеть глаза детей, когда они входят в спортивный зал, уходят на второй план неудачи. Сказку «Каменный цветок» представила на свой лад учитель начальной класса в Молоковской школе Елена Тимохина. Помогали ей на сцене ученики. Любознательным, трудолюбивым, то сможешь собрать много сокровищ в свою шкатулку. Несмотря на то, что на подготовку к конкурсу было затрачено много усилий, участники финального этапа считают, что главное – это не победа. Я, в общем-то, довольна и совсем не обязательно иметь самое первое место. Уже достаточно хорошо войти в четверку. Подводя итоги финала, жюри отметила высокий уровень мастерства каждого преподавателя. Победителем конкурса «Педагог года-2017» стала Яна Родионова, учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея. Екатерина Коваленко, Владимир Бижонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.